Реальное и живое творчество народа Народ, который у нас присутствует на конференции, очень квалифицированный Это и доктора наук, и кандидаты, и лучшие рабочие представители Университетских и рабочих партий других стран Философы из разных стран, в том числе из Финляндии У нас для первого регулятора наши друзья И, как всегда бывает, в вопросах развития общества Всегда очень важную роль выполняют представители медицинской науки Поскольку они заботятся о человеке А без общества, без здоровья общества не может быть здорового человека Поэтому я сейчас предоставлю слово Для начала второго отделения нашей конференции Следующему товарищу, который вам очень хорошо и удивитель Слово предоставляется Малякову Евгению Степановичу Заслуженному врачу Российской Федерации Доктору медицинских наук Профессору Члену Российского Международного Союза Писателей Действительному члену Академии Русской Словесности и Изящных Искусств Имени Державина А тех товарищей, которые не успели перекусить или выпить чаю Просьба соблюдать абсолютную тишину Так, потише товарищи, потише Сейчас поэт поступать будет Прошу тишины Уважаемые товарищи Традиционно мне предоставлено право выступить в начале второго отделения нашей замечательной конференции Я прочитаю стихи, посвященные 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции Думаю, что это вписывается в программу действующей конференции Не тая отчуждения и злобы Страх и зависть не в силах унять Ополчились на нас русофобы Повергают историю вспять Сколько их, помышляющих вырасти Головою пронзить облака Никому не дано по бескрылости На Россию взглянуть свысока С одоления деспотизма Не повел ли великий народ От рождения социализма Исторически новый отсчет И мечтал, что на весях отечества Неизведанным прежде путем В авангарде всего человечества Мы в заветное завтра придем Но дожди моровые прольются И поманит туманная блажь И цветные контрреволюции Обновят мировой вернисаж Нам пророчествуют, что не с дюжем Обессилим от тяжких натуг Оттого и брецают оружием Мировые пираньи вокруг И заграды творят одержимо От уставшей в походе страны И свихнувшихся антирежимов И подобий китайской стены Нас, чего нам не нужно, лишают Поискали в наивных юнцов Сыновья в предстоянии бужают И в строю заменяют отцов Как кордонами не отгораживай Для идеи преграды нет И нельзя подменить на оранжевой Революции красный цвет Мы преднатиском недугов выстоим Кто б на нас высока не басил И мечту человечества выстроим Напряжением всех творческих сил И уже ускоряет движение Вольный ветер напористый сверх Отступление не поражение Способ выйти на новый рубеж Невозможно не видеть, как мечется Мир наживы, насилия и лжи Все, что светом духовным не лечится Перед вызовом новым дрожит И пока конституции куцей И клянет олигарха изгой Первый век мировой революции Означает, что следом второй И если совесть с неправдой сражается Справедливость выносит вердикт Революция продолжается Революция победит Спасибо большое Так, товарищи Слово для доклада Межпартийной дискуссии по аграрному вопросу Межреволюционный период Предоставляется Карпову Евгению Владимировичу Доценту кафедры муниципального управления И социальных технологий Технолога экономического института Санкт-Петербургского государственного Аграрного университета Пожалуйста Дорогие друзья Задача всестороннего изучения Аграрных правоотношений в России В условиях современного Многолетнего кризиса Санвого уклада сельской жизни Представляется очевидно актуальной Важной необходимости Для формулирования Загонодательного закрепления И эффективной реализации Обновленных стратегий Возрождения и развития Отечественного сельского хозяйства Пожалуй на протяжении Всего периода истории Государство российского Земельный вопрос Был одним из наиболее важных Политических Государство образующих вопросов В 19 веке Стало очевидным Что принципы и нормы Аграрных правоотношений Отвечавшие интересам Подмечничьего землевладения В все большей степени Не соответствуют И даже тормозят Развитие аграрного сектора Экономики И его производительных сил Многоэтапная реализация Долгожданной крестьянской реформы В 1861 году Образующий Крепостное право России Не принесла Ожидаемого Гражданского консенсуса В связи с присущим Отечественному стилю Реформирования Половинчатой стилю И незавершенностью Конфликты по итогам Крестьянской реформы В 1861 году В том числе Стали и одной из предпосылок Первой российской революции В 1905 году Очевидно, что Революционные события И риторика повлияли На замысел Формулирования И реализацию Столыкинской Аграрной реформы Которая в свою очередь Увязана в политических Противоречиях Традиционной Непоследовательности Незавершенности Обусловленной Кризисом царизма В России Сущность земельного вопроса Как политического Обусловила Серьезнейшие Внутри Межпартийные дискуссии В ходе которых Вырабатывались Принципы Партийного подъема К реформированию Аграрных правоотношений Учитывая Что в начале 20 века Россия Оставалась Преимущественно Аграрной страной Основным пунктом Программы Практически Каждой Политической партии Того времени Был аграрный вопрос Именно от аграрной Программы Зависело Пойдет ли За партией Подавляющее Большинство Населения Крестьянской страны Разумеется Важность Крестьянского вопроса Понимали Социал-демократы Аграрный вопрос В программе РСДРП Занимал Одно из важнейших В связи с начавшейся Первой русской революцией Владимир Ильич Ленин Писал письмо О нашей аграрной программе Третьему съезду РСДРП Письмо Это было опубликовано В газете Вперед В марте 1905 года Ленин писал В нем О необходимости Перед лицом Революционных событий Внести изменения В аграрную Программу партии В частности Он предложил Прописать в тексте Программы Что РСДРП Требует Учреждение Революционных Крестьянских Комитетов С целью Устранения Остатков Крепостничества Демократического Преобразования Всех Деревенских Отношений Принятия Революционных Мер К улучшению Положения Крестьянства Не останавливаясь Перед Отнятием Земли Упомельщиков Требование Возвращения Отрезков Предлагалось Перенести Из текста Программы Комментарий К ней На самом Съезде Владимир Женин Обосновал Предлагаемые Им Новые Положения Огромной Части Программы Партии В итоге Была принята Резолюция Об отношении К крестьянскому Движению В которой Говорилось Третий Съезд РСДРП Поручил Всем партийным Организациям Пропагандировать В широких Слоях Народов Что Социал-демократия Ставит Своей Задачей Самую Энергичную Поддержку Всех Революционных Мероприятий Крестьянства Способных Улучшить Его Уложения Вплоть До Конфискации Помещичей Казенных Церковных Монасферских И удельных Земель В ходе Революции Ленин Вновь Ставит Вопрос О необходимости Пересмотра Ограрной Программы Социал-демократов Но Единства По Ограрному Вопросу В РСДРП Не было Изменившие Место Разногласия Привели К формированию Четырех Типов Основных Мнений По Мнению Владимира Землевладения В России В 1906 Году Готовясь Четвертому Съезду РСДРП Ленин Сам Разработал Новую Ограрную Программу Предусматривающую Национализацию Всех Земель После Победы Революции Накануне Съезда Ленин Издал Брошюру Пересмотр Ограрной Программы Рабочей Партии Опубликовав В ней Свой Первый Проект Программы В первых Ее Комптах Были Учреждение Крестьянских Комитетов Для немедленного Уничтожения Всех Следов Помещичей Власти И Помещичьих Привилегий И для Фактического Распоряжения Конфискованными Землями Вплоть до Установления Всенародным Учредительным Собраниями Нового Земельного Устройства По мнению Ленина После победы Революции В создании Демократического Государственного Строя Партия Должна будет Добиваться Передача Всех Земель Собственность Государству То есть Национализация Земли Подчеркивалось Что партия Должна стремиться К самостоятельной Классовой Организации Сельскохозяйственного Пролетариата Разъяснять Ему Непримиримую Противоположность Его интересов Интересов Крестьянской Буржуазии Учитывая Что крестьянам Трудно понять Идею Национализации Земли Ленин писал Чтобы устранить Всякую мысль О том Что будто бы Рабочая партия Независимо от воли крестьянства Независимо от самостоятельного Движения Внутри крестьянства К проекту программы Приложен вариант А В котором вместо Прямого требования Национализации Говорится сначала О поддержке партии Стремление Революционного крестьянства К отмене Частной собственности На землю Автором другой Большевистской программы Аграрной программы Социал-демократов В буржуазной революции Валяется Николай Александрович Рожков Эта программа Была преемственна К прежней программе РСДФ Принятой на втором съезде В 1903 году И предусматривала Безвозмездную передачу Отрезков И вообще всех Арендованных крестьянами У помещиков И у государства Земель Крестьянским общинам Это был как бы Второй вариант Не были согласны С Лениным Финн и Плеханов Которые придерживались Менения Что аграрная программа РСДРП Должна требовать Конфискации Помещичек земель Не требуя Национализации Земли Ни в какой форме Это как бы Был третий Третья точка зрения И четвертая точка зрения Это была точка зрения Аграрная программа Меньшевиков Программа Муниципализации Земли Разработанная Петром Павловичем Маслов Впоследствии Маслов Кстати был Довольно видным Советским ученым Аграриям и экономистом Аграрный вопрос Стал центральным Пунктом Внутри партийной Борьбы На четвертом съезде РСДРП Проходившем В апреле 1906 года В Стокгольме Докладчиком По Аграрному вопросу На съезде Был Маслов Он Высказывался Против Ленинской Программы Национализации Земли И предложил Свою программу Муниципализации На съезде Преобладали Меньшевики Поэтому Неудивительно Что в качестве Новая аграрная Программа РСДРП Была принята Меньшевистская Программа Муниципализации Маслов Эта программа Выдвигала Следующие требования Отмена Всех Сословных Стеснений Личности И собственности Крестьян Отмена Всех Платежей Повинности Связанных С сословной Обособленностью Крестьян Уничтожения Кабальных Болговых Обязательств Конфискации Церковных Монастерских Удельных Земель Передачи Вместе С казенными Землями Крупным Органом Местного Массовного Управления Объединяющим Городские Сельские Круга Конфискации Частновладельческих Земель Передачи Их В распоряжение Крупным Органом Местного Массовного Управления Мелкое Землевладение В том числе Полукрепостническая Надельная Программа Оставляла Без изменений В работе Аграрная Программа Социал-демократии В первой Революции 1905-1907 Годов Ленин писал О теоретической Экономической Несостоятельности И политическом Вреде Меджевистской Программы Муниципализации Земли С учетом ее Реального Политического Значения В обстановке Современной России Он оценивал ее Не как Социал-демократическую А как Кадетскую Программу Тем не менее Она считалась Официальной Программой РСДРП Вплоть до 2017 года Только после Февральской Буржуазной Демократической Революции 7 апрельско-российская Конференция РСДРП Приняла Предложенную Лениным Резолюцию В которой Указывалось О необходимости Пересмотра Аграрной Программы Партии Сообразно Резолюции Принятой Конференции В резолюции По аграрному Вопросу Указывалось Что партия Борется За немедленную Полную конфискацию Помещичьих Удельных земель За немедленный Перекод всех Земель В руки Важный момент Хотя Требование Конфискации Помещичьих Земель И передачи Крестьянам Имело Ужасно Демократический Характер В условиях Сложившихся После февральской Революции Оно могло Быть осуществлено Только Социалистической Революцией После свержения Господства Капиталистов И перехода Государственной Власти В пролетариат Резолюция Предусматривала Создание Советов Крестьянских Депутатов А также Советов Депутатов Сельскохозяйственного Пролетариата И полупролетарского Крестьянства Организацию Пролетарских Групп В общих Советах Крестьянских Депутатов Предлагалось Образование Из каждого Помещичьего Имения Крупного Хозяйства Руководимого Советом Депутатов Сельскохозяйственных Рабочих После перехода Власти К Советам Планировалось Превращение Такого Хозяйства В государственные Хозяйства Социалистического Типа Резолюция Апрельской Конференция РСТРБП По аграрному Вопросу Стала Важнейшим Программным Документом В период Подготовки Социалистической Революции Особые Взгляды На аграрный Вопрос Были у Партии Социалистов Революционеров Аграрный Вопрос Затемал Центральное Место В программе СССР СССР считали Что социализм В России Должен Начинать Развиваться Прежде всего В деревне Фундаментом Для этого Должна стать Так называемая Социализация Земли Социализация Земли Означала Ее изъятие Из товарного Обращения Превращение В общенародное Достояние Правом Распоряжаться Землей Должны быть Наделены Крестьянские Общины Которые В свою очередь Разделят Землю Между всеми Кто ее Обрабатывает По трудовой Значит Или потребительской Норме Пользование Землей Должно Было стать Уравнительно Трудовым То есть Обеспечить Норму На основании Приложения Единоличного Или товарищества Таким образом Социализация Земли Означала Отмену Частной Собственности На землю При этом Земля Не становилась Государственной То есть Ее национализация Не предусматривалась Земля превращалась В общенародное Достояние Но без права Купли Продаж Социализация Означала Перекод Всей земли В заведование Центральных И местных Органов Народного Самоуправления Начиная От демократически Организованных Сельских И городских Общин И кончая Областными И центральными Учреждениями Владимир Желин В работе Аграрная Программа Социал-демократии В первой Русской Революции Критиковал Аграрные Возрения Серов Считая Что содержание Народнической Серовских Идей Социализации Земли И уравнительности Ничего общего С социализмом Не имеет В течение Всего Межреволюционного Периода С июня Седьмого По февраль Семнадцатого Партия Серов Находила В состоянии Кризиса И упадка Охватывавших Все ее Стороны Деятельности Это С одной Стороны Было Связано С резким Ухудшением Условий Деятельности В связи С торжеством Реакции С другой Стороны Кризис Углубила Столыпинская Аграрная Реформа У которой В общем-то Были Некоторые Успехи Опасность Столыпинской Реформы Для Исеров Заключалась В том Что она Разрушая Крестьянскую Общину И преследует Цель Сделать Из крестьян Мелких Собственников Покушалась На суть СССР Аграрной Доктрины Социализации Земли Одним Из Основных Лозунгов СССР Стал Байкот Новой Земельной Паралитики Правительства В прокламации Что делать Крестьянам По поводу Указа 9 ноября 6 года ЦК партии СССР призывал Крестьян Не идти В землеустроительной Комиссии Не покупать И не закладывать Землю Не выделяться Из общины В резолюции О борьбе С земельным Законодательством Принятой На Лондонской Конференции СССР указывалось Что любой успех Столыпинской Реформы Создает препятствие Для проведения Жизни Аграрной Программы Партии Поэтому Деревня Объявлялась Наиболее горячим Местом Социально-политической Борьбы В качестве Средств Этой борьбы Предлагалось Укрепление Партийных Организаций И усиление Пропаганды В деревне Слочение Трудового Крестьянства С целью борьбы С земельным Законодательством С землевладельцами И крестьянским Банком Против Выделения Из общины Предусматривались Также меры Как совершенствование Общинных Распорядков В целях Большей Справедливости И согласованности С требованиями Хозяйственного Прогресса Общественное Порицание Боекоптика Крестьян Которые Решили Стать Трудниками И хуторят Лондонской Конференции СССР Одним из Важных Направлений В осуществлении СССР Интегрального Социализма Была признана Также Трудовая Кооперация Которая Должна Отвратить Крестьян От стихийных Неорганизованных Наступлений После Февральской Революции Третий Съезд Партии СССР Подтвердил Берность Идеи Социализации Земли До решения Вопроса О землеучредительным Собранием Признавалось Необходимо Передать Землю В распоряжение Земельных Комитетов На местах Члены партии Активно Участвовали В создании Таких Земельных Комитетов И крестьянских Советов СССР Министром Земледелия Чернового Правительства Был внесен Проект Передачи Всех Введения Земельных Комитетов Однако Закон Так и не был Принят По инициативе СССР Было отменено Столовокинское Земельное Законодательство Приняты Новые Законы О прекращении Земельных Сделок О заготовке Кормов И уборке Урожая То есть Таким образом Мы видим Что Несмотря на то Что Им удалось Реализовать В том числе Модель Непосредственного Отложения К власти Так или иначе Довести до конца Свои идеи Они не смогли Но и собственно Из характеристики Которые я раньше Сказал По поводу Их аграрных Воззрений Абсолютно Понятно Что Взгляды Социалистические У них были Диаметрально Противоположны С ленинскими Потому что Ленин Он все-таки Делал ставку На пролетариат И на рабочих Больше Внимание Крестьянскому Вопросу Уделяли И члены Конституционно-демократической Партии Аграрная программа Кадетов Предусматривала Выход крестьян Из общины И создание Ими мелких Самостоятельных Хозяйств Формирования В стране Рыночной Инфраструктуры Сельскохозяйственного Производства Значит Ну Надо отдать Должное Что В том числе У них Одним Из главных Вопросов Был вопрос О выкупе Даже Вот был Такой У них Видный Деятель Кадетов Николай Николаевич Кутлер Он писал Что Неблагоприятное Нравственное Влияние Дарового Предобретения Земли На народную Массу Способно Было бы Уничтожить Все благие Экономические Следствия Этой Меры Даровая Раздача Малоземельным Крестьянам Земель Приобретенным За общегосударственный Счет Была бы Вместе с тем Несправедливостью В отношении Прочих Классов Населения Значит Аграрное Реформирование По замыслам Кадетов Должно Осуществляться Через сеть Земельных Настроенной Буржуазии А также Помещиков Ведущих Своё хозяйство На капиталистической Основе Кадеты Стремились Приспособить Аграрный Слой России К потребностям Буржуазного Развития Добиваться Реализации Аграрного Преобразования Кадеты Пытались Законными Методами Неоднократно Внося Свои законопроекты На рассмотрение В Государственную Думу Значит Ну какой Можно сделать Вывод Здесь И подвести итог Анализируя Партийные дискуссии Различные Редакции Программ Социал-демократов И социалистов Революционеров Представляется Возможным Сделать Следующее Заключение Несмотря на Острую Дискуссионность И широкий Диапазон Предлагаемых Решений Российские Социалисты В межреволюционный Период Последовательно Отстаивали В предлагаемых Программах Идеи Освобождения Труда И проектировали Модели Обновления Аграрного Сектора Экономики Исключающей Эксплуатацию Аристократизирующимся Социально Паразитирующим Миншинством Большинства Трудящихся Реальных Производительных Материальных Благ Коллизии Отечественной Аграрной Истории Как после 17-го Так и после 1991-го Свидетельствуют Что беспристрастное Научное Всестороннее Изучение Партийных Дискуссий По аграрному Вопросу В нежреволюционный Период И экстраполяция Предлагавшаяся Различными Отечественного Миноземского Хозяйства Очевидно Полезные И включительные В деле осмысления И формулирования Наречных Предложений По совершенствованию Аграрных Правоотношений Георгий Владимирович Спасибо Спасибо Следующее Выступление И приветствие Помощника Депутата Госдумы Товарища Портко Барина Галины Ивановны Галина Ивановна Пожалуйста Аплодисменты Дорогие товарищи Несколько десятков лет Для истории Ведь это такой Небольшой слов А мы умудрились Попасть именно В счастливые годы Советского времени И прожить Все годы Понимая Что это такое На практике Внеся свой вклад И мы можем Очень многое Рассказать С предыдущим Покорениям Которым Сейчас Наверное И скажем Попробуйте В тот период В конце 80-х И в начале 90-х Я была директором Ленинградского филиала Центрального музея Владимира Ильича Ленина Могу Сегодня Ну гордиться Тут особо нечем Наверное Но Спокойно сказать О том Что мы Пожалуй Один из немногих Музеев Ленина В стране Сумели Сохранить Почти всю Ученичтожен Музей в Горках Нет музея Ленина В Москве Кое-как Перебиваются Отдельные Мемориальные Квартиры Нам удалось Спасти Все Кроме Одной Квартиры На Севдопольской Эту квартиру Мы потеряли А как решался Вопрос Очень просто Чувствуя Что наступит Время Че Я объезжала Руководителей Районов Приходила К председателю Севастополкома И говорила Возьмите На баланс Квартиру Мемориальную Которая Находится У вас На территории Никто И не Посмел И не Решил Отказываться В общем К тому времени Когда это Случилось Практически Все Мемориалы Были На балансе Районных Администраций Как сейчас Вы сказали Что Случилось С квартирой На Севдопольской В это время В Выборгском районе Уже был Демократически Избран Глава района Бывший Заместитель Директора По экономическим Вопросам И когда я Пришла к нему На разговор Что надо Вот Размите На баланс Севдопольскую Он Во-первых Никак не мог Понять О чем Идет речь Во-вторых У него В голове Было Только одно Верните Рояль Который Район Подарил Вашему музею Короче Говоря Отказался Два года Этот музей Квартиру Содержало Общество знания Общество знания Силы Кончились В это время Силы Появились Уже понемножку Компартии Российской Федерации И мы пошли Оформлять документы Но оказалось Опоздали Квартира Была уже Продана Появился Владелец У которого Есть свои права Во всем Остальном Надо сказать Что нам Удалось Это сохранить И я С благодарностью Вспоминаю Имен Не помню Многих Но помню Когда ночью Мог раздастся Молодой Зово голос По телефону Галина Ивановна Если к вам Придут И что-то Начнут Отбирать Или крушить Вы тогда В мраморном Дворце Находились Звоните По нашим Телефонам И придем Отстаивать Давайте Мы Что-то Не стесняются Звонить И мы придем Будем помогать И вот Эту помощь Мы чувствовали Постоянно И это Тоже Нам помогало В борьбе За Сохранением Заявления В городе Я к чему Об этом Сейчас говорю Сейчас Наступила Новая волна Нападок На имя Ленина На время Ленина На великую Октябрьскую Социалистическую Революцию А ведь Наша Ответственность За это Особая Потому что Все события Семнадцатого Года 1917 Важнейшие Проходили В нашем Городе Потому что Мы Как потомки Имеем Непосредственное Отношение К тому Что случилось И у нас Святая Обязанность Я считаю Во-первых Сейчас Как можно Больше Передавать Молодым Поколениям Рассказывать Правду О октябре 1917 Говорить О том Как это Было На самом Деле И какое Это Имеет Значение В целом Для развития Человечества А я уже Не говорю О нашей Стране Вот это Сейчас Очень важно Сейчас Очень важно Дать бой Тем Кто Всячески Выливает Ушатые Грязи На нас Это Непросто Потому что Делаются Такие Ухищрения Принимаются Подается Материал Вроде бы Положительный А на самом Деле Когда Подумаешь Видишь Что все Не так Я хочу сказать Что нынешнее поколение Выделяет Они не виноваты Это их беда Не вина Я когда говорю Молодежи Произношу Имя Фамилию Буденный Они записывают Буденов Я спрашиваю А вы слышали Знаете кто это Не знаю Я разговариваю С молодежью Которая ездит На зеленый Поезд славы Изучает Истории Развитые Знающие Ребята Они мне задают Вам Я говорю А Дудин А кто это Такой Понимаете Наши прекрасные Поэты Писатели Композиторы Наши песни Советские книги Поднимают настроение Они Передают Дух Нашего времени Времени Которое Ну если бы мы Это время не ценили Если бы мы Наверное не собрались Без детства Поэтому я Просто призываю Всех Вот хорошо Что проходят Наши конференции Я призываю Всех к тому Чтобы мы Как можно больше Рассказывали Показывали Чтобы Разъясняли Что же на самом деле Произошло А дело все в том Что мы по-прежнему Все молодые Мы по-прежнему Стараемся И молодежи Помочь и себе И поэтому В заключении Несколько Поэтических слов Молодость Товарищ мой Негоды Молодость Огонь В твоей груди В наши трудные Трепетные годы Молоды Лишь те Кто впереди Желаю Всегда возглавлять Будь впереди Респект Спасибо, Галина Равна Ну у нас Сейчас идет Все директорский корпус От лучшего Директора музея Ленина В Ленинграде Передаем Эстафету В 80-х годах Передаем Эстафету Директору музея 90-х годов Лучшего Тоже директору музея Который Только находится В Финляндии В Тамбере Следующее выступление У нас Ленин Паралитарский интернационализм И независимо В Финляндии Айма Микинин Доктор философии В Тамбере В Финляндии Пожалуйста Уважаемый председатель Дорогие товарищи Осенью в 1895 году В статье по поводу смерти Ритерха Энгельса Ленин написал Что только свободная Россия Не нуждающаяся Ни в угнетении Поляков Финлянцев Немцев Армян И прочих Мелких народов Ни в постоянном Стравливании Франции И Германии Даст Современной Европе Свободно Сдохнуть От военных Яростей Ослабить Все реакционные Элементы В Европе И увеличить Силу Европейского Рабочего Класса Ленин Сделал вывод О значении Первой русской Революции Для Финляндии В статье Царь против Финского народа Отмечая Что русская Революция Поддержанная Финляндцами Заставила Царя Рожать Палцы Которыми Он В течение Несколько Лет Сжимал Горло Финляндского Народа По Ленину Свобода Финляндии Восторжествует Потому что Без нее Немыслима Свобода России А без Торжества Дела Свободы В России Немыслимо Экономическое Развитие Последнее Ленин Подчеркивал Что долг Российских Товарищей На местах Использовать Все Представляющиеся Возможности Чтобы Манифестировать Отношение Российского Пролетариата К Финляндскому Народу Вопросу В статье Погод на Финляндию 1910 год Ленин Делал Вывод Что Финский Народ Сумел Воспользоваться Октябрьской Краткопременной Победой Российского Пролетариата Для того Чтобы Создать Под боком Черносотеного Царя Одну Из самых Демократических Конституций Всего Мира Создать Свободные Условия Для организации Рабочих Масс Финляндии Неуклонно Стоящих На стороне Социал-демократии Финляндия Воспользовалась Российской Революцией Чтобы Обеспечить Себе Несколько Лет Свободы И мирного Развития Ленин Писал Только тогда Вздохнула Свобода Финляндия Когда Российский Рабочий Класс Поднялся Гигантской Массой И Двихнул Русским Самодержавием И Только В соединении С революционной Борьбой Масс В России Может Искать Теперь Финляндский Рабочий Путь К Избавлению От Нашествия Черносотен В 1910 Году Ленин Предсказал Что Придет Время За Свободу Финляндии За Демократическую Республику В России Поднимется Российский Пролетариат Если В Финляндии Мы Видим Культуру Цивилизацию Свободу Грамотность Образованных Женщин И так Далее То Это Исключительно Потому Что В Финляндии Нет Такого Общественного Бедствия Как Российское Правительство Ленин Подчеркивал Во время Первой Мировой Войны Ленин Писал Что Русские Социалисты Не требующие Свободы Отделения Финляндии Поступают Как Шовинисты Как Лакей Покрывся Себя Гробью И грязью Империалистических Монархий И империалистической Буржуазии В третьем Письме Издалека В марте Семнадцатого Кода Ленин Советовал Не забывать Что Под боком У Питера Имеется Одну Из самых Передовых Фактически Республиканских Стран Финляндия Которая С Пятого По Семнадцатый Год Под Прикрытием Революционных Битв В России Сравнительно Мирно Развела Демократию И завоевала Большинство Народа На сторону Социализма Ленин Писал Российский Пролетариат Обеспечит Финляндской Республике Полную Свободу Флот До свободы Отделения И именно Этим Завоюет Полное Доверие И товарищескую Помощь Финляндия Рабочих Общероссийскому Пролетарскому Деру По мнению Ленина Финские Рабочие Лучшие Организаторы Они Помогут Русскому Пролетариату В этой Области Они Двинут По своему Перед Учреждения Социалистической Республики Ленин Предвидел Революционные Победы В самой России Мирные Организационные Успехи Финляндии Под прикрытием Этих Побед Перегод Русских Рабочих К революционно Организаторским Задачам В новом Масштабе Завоевание Власти Пролетариатам И пятнейшими Слоями Населения Поощрение И развитие Социалистической Революции На Западе Вот путь Который Приведет К миру И к Социализму Ленин Считал В мае 17 Кода Что премьер Финляндии Доказывает Что Национальный Вопрос Практически Стоит В порядке Дня И Что Нужно Выбирать Между Патерской Империалистической Буржуазии И долгом Международной Солидарности Не допускаем Насилия Насилия Насилие Насилие Во время Северной Днябрьской Забастовки 17 Кода Финляндии Ленин Послал Письмо Руководителям Левого Крыла Финских Социалистов Маннеру Сироле Кузинену Валпасу Вику Он писал Уважаемые Товарищи С величайшей Радостью Услышал Я От моих Финских Друзей Что Вы Стоите Во главе Революционного Крыла Финской Социалистической Рабочей Партии И Ведете Парду За дело Пролетарской Социалистической Революции Я С уверенностью Могу Заявить От имени Революционного Пролетариата России Что Большой Организаторский Талант Финских Рабочей Их Высокое Развитие И Длительная Политическая Школа Демократических Учреждений Поможет Им Успешно Осуществить Социалистическую Реорганизацию Финляндии Мы Рассчитываем На братскую Помощь Революционно Социал Демократической Партии Финляндии Так Здравствует Международная Социалистическая Революция Ленин Заканчивает Письмо Интернационал На восьмом Съесте РКП В марте 19-го года Ленин Говорил Что С красным Финским Правительством Которое Присуществовало Паскрести Российская Если 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 Скажем Что Не признаем Никакой Финляндской Нации А только Рудящей Семаси Это Будет Пустяковнейшей Вещей Не признавать Того Что Есть Нельзя Оно Семаси Какая С нами Сегодня Особый Накал И Это Понимает И Чувствует Все И Наши Идеологические Противники Классовые Противники Наши И мы Конечно Это Все Понимаем И Вот Ставился Вопрос Вот Что Ж Такое Вот Почему Мы Потерпели Такое Сокрушительное Поражение Да Как Ж Миллионы Членов КПСС Я Специально Подчеркиваю Членов КПСС А не Коммунистов Да Вот Как То Сразу Сдали Партбилеты Да Некоторые Демонстративно Сжигали Да Что Такое Что Случилось Да И Почему Население Замечивает Не только Члены КПСС Но и Население В основном То Вот Эти Перемены Якобы Демократические Поддержало И до сих пор Многие Поддерживают До сих пор Многие Поддерживают Ну там Говорят Там Какие-то Были Недостатки Конечно Но в целом Да Почему Колоссальная Информационная Идеологическая Обработка Населения Предшествовала Крушению Советского Союза И люди Старшего поколения Прекрасно Помнят Как Вначале Это шло Анекдоты Антисоветские Свободно Распространяются Ну и Как будто Это В рамках Демократизации Да Гласности Помните Старшее поколение Гласность Первый момент Перестройки Была Да Вот Раскроен Даже то Чего и не было Ну и Вы знаете И про Вождей Революции И про Выдающихся Наших Деятелей Военных Героев Гражданской Войны Вспомните Эти анекдоты Про Щипаева Ну вот Я был Комсомольским Работником Ушел Профессор Воронцов Я С ним Очень старый Товарищ С томсомола Том Партийным Работником Вот Я Видел Целый Том Анекдотов Про Щипаева Изданного В Англии Вот как Делась Идеологическая Подготовка Это Вот Сначала Смешки Да Потом Это Перерастает Определенные Отношения И к героям Гражданской Войны И к революции В целом И к начинаниям И так далее Да Ну а в наше время А в наше время Средства Массовые Дезинформации Населения Так я их называю Поэтому меня Не упускает Уже на Центральное Телевидение Вот пользуюсь Еще Возможностью Выйти В эфир Что называется По интернету По Нашему Красному ТВ Так вот Почему Не выпускает Потому что Истину Никто Не любит И вот Не только Вот это Вроде Оскорбительное Название Средства Массовой Дезинформации Вы смотрите Какой Мутный Поток Продолжается Дезинформации И в отношении Революции И в отношении Вообще Всех Мировоззренческих Проблем Людей Разделяют По Конфессиям Религиозным По Каким-то Мировоззренческим Представлениям Поощряется Не только Клерикализация Происходит Совершенно Очевидное Наше Общество Да Но И Поощряются Суеверия Которые Официальной Церкви Да От них Не Приветствуются Да И вы понимаете Я то имею дело Как преподаватель В течение Сорока Семи лет Я преподаю В высшей школе У меня есть Возможность Сравнить Да Вот Молодежь За несколько Десятилетий Как изменилось Понимаете Сведения Вообще О мире Ну вы знаете Последний опрос Население Свидетельствует О том Что у нас Уже треть Опрошенных Во всяком случае Я уже не знаю Как они опрашивали Но тем не менее Треть Опрошенных И молодых И не очень уже Молодых людей Считает Что Скажем Солнце Обращается Вокруг земли К планеты Это тоже Идеологическая борьба Понимаете Вот Да Это же Совершенно очевидно И так же Очевидно И все другое Кажется На уровне Явления Это очевидность Да Не только Отношение Расположения Светил Да И взаимного Расположения Светил То же самое Ну что у нас В основном Населения Знает Вообще О коммунистической Диалоге Вот Практически Ничего Вы уж Мне поверьте Я так сказать Работаю Почти Пятьдесятилетий Да И тогда Не знал Это Наш Наш Пощет И сопоставлялись Какой-то Практикой Якобы Коммунистической Вот на местах Вот так Ну и до сих пор А вот сейчас Вот Дезинформация Идет По поводу Конечно Столетию Революции По поводу Революции И февральской И октябрьской Ну Вы знаете Вот для того Чтобы как-то Ну Не пробуждать Какие-то Негативные Настроения В прогрессивной Части Нашего Общества Так скажем У нас Недавно Министерство Образования Выпустило Новый Историко-культурный Стандарт В котором Обе революции Февральская И октябрьская 17-го Года Называются так Великая Российская Революция 1917-го Понимаете Это уже Дезинформация Понятно Это уже Две Качественно Разные Революции А по поводу Причин революции Я участвовал Уже С начала Этого года С января В шести Международных Конференциях И конгрессах Так или иначе Посвященных Революции У разных Партий Вот был приглашен Не отказываясь Вот у меня Ручка Справедливая Россия В моем родном Таврическом дворце В котором я 10 лет Работал С Александром Сергеевичем Казеновым Здесь присутствующим Был заведующим Кабер Марксистско-ленинской Философии Вот проходила Эта конференция Они тоже Там о революции И конечно Фальсификация Начинается С термин Что такое Революция Вот Выступающий Там Один Мой коллега Доктор Философских Тавок Расторгует Я с ним Даже немножко Был знаком Чуть Он меня Помладше Он говорил Революцию Надо определить Основные термины Прежде чем говорить О революции Надо определить Основные термины Вот как я Он говорит Определяю Основной термин Революция Революция Вот Чисто филологически Ре Это вот приставка Означающая Возврат А эволюция Это то что От эволюции Остается Да В этом слове Значит Если перевести Будет возврат По эволюции Назад И падение Вот отсюда Всякая Революция И февральская У него И октябрьская Это Поворот назад Да Ну вот тут мы С товарищем Совершенно верно Сразу возникает вопрос Вот ушел Владимир Игоревич Федоров Вы знаете его Наверное Он был Совсем недавно Еще первым секретарем Ленинградского Горкома КПРФ Здесь А Да Вот Есть такая партия Вот И вот мы сразу На это обратили Внимание Да И я выступил Дали мне слово И я получился На этого расторгую Говорю Коллега Так что ж такое Доктор философских наук Вы идете от слова К сущности А вообще-то У нас В диалектике Не только В материалистической Надо от сущности Идти К слову Слово Это что Символ звенящий Знак И он Он может быть Заменен Да В разных языках А сущность Это должна Оставаться А вы сущность Выводите Из слова Филологические упражнения Ни до чего Не доводят Ну и так далее И тому подобное По поводу Революции Конечно Конкретного И главное Причины Революции Причины Знаете Вот Я бы Свел По всем Этим Конференциям В которых Я участвовал Семинаром Я бы Вот Выделил Три Называют Основные Варианты Причин Революционных Изменений Первое Революция Происходит И вот Октябрьская Революция В частности Совершенно Случайно Сполтан Никак Не подготовлено В закономерности Никак Никак Диаметрально Противоположная Концепция Революция Свершает Абсолютно Необходимо Она должна Была Произойти Вот Октябрьская В октябре Семнадцатого Года И ни в коем Случай Не в июле Семнадцатого Года И так далее Абсолютная Необходимость Фатальная Неизбежность Есть такая Философская Доктрина Наконец Третья Доктрина В отношении Октября Семнадцатого Особенно Она Используется Революция Результат Заговора А потом Кто Заговорщики Ну и знаете Опять Вот я Наслушался Этой Старой Мифологема Что Димол Заговор Заговор Шел со стороны Конечно Германии Ну это же Вы помните Они были Заинтересованы Вели войну С нами Значит Надо Разложить Россию Изнутри Революции И вот Это басня о том Что Владимир Ильич Ульянов Ленин По пломбированному Вагоне Едет А сзади Целый состав Вагонов Набитый Доверху Дойчемарками И вот Значит Ленин Раздает Эти дойчемарки Каким-то Неустойчивым Элементом Из рабочих Христиан Матросов Пошла Последняя минута Ой-ой-ой-ой Вот как Тяжело Профессору Привык Олег Сыч Считай Вот Вот такая Фальсификация Идет Ну и понятно Что при таких Подходах Ни один из них Не подходит Если развивать Эту концепцию Мы Ни причин Не найдем Действительных Не будем Знать что делать Я очень часто Что делать Вот я говорю Все-таки я Материалист Конечно Не сойти мне С этого места И диалект Поэтому я не могу Абсолютизировать Роль субъективного Фактора Но такие Кризисные Моменты Роль Субъективного Фактора И вот Теории Как раз Среди Субъективного Фактора Конечно Невозможно Переоценить И у нас Не только Конечно Уточнение Термина Революции А вот Пути На чем Основывается Революция Конечно С позиций Общедилектических Это противоречие Но противоречие Между чем И чем Между Производительными Силами Производительными Отношениями Классика Марксизма Как только Поменяет Это Противоречие Какими-то Другими Ну скажем Идейными Духовными Религиозными Там Межэтническими Или еще Что-нибудь Сразу Все пропадает От теории Ничего не Остается И тогда Перспективы Совершенно Неясны Но Есть свет В конце Туннеля Я вот На одном Побывал Международный Конгресс Проходил 27 марта Международный Конгресс Экономический Я туда Влез Я не экономист Философ Но вот влез И вы знаете Меня обрадовало То что говорили Виднейшие Экономисты Страны И даже Зарубежья Академик Аганбегян Я думаю Вы знаете Это имя Это один Из ведущих Конечно Экономистов Так скажем Даже Нашего времени Просто Вот Сегодняшнего момента Вот И он сказал Что Конечно же Вот Мы Начали Проигрывать Экономически А потом И социально С того момента Когда Поддались Вот этой идее Безудержной Безбрежной Приватизации Всего и вся И наприватизировали Вы знаете Больше чем Во всех Странах Ведущих Там 89% Аганбегян Называл Приватизировали Собственность И тоже Аганбегян Говорит А Вот Производство Материальное У нас Осталось В каком Секторе В основном В государственном А Государственному Сектору Принадлежит 70% Всего Материального Производства Значит Вы понимаете 70% А 89% Приватизировано Частному Сектору Они значит Ничего не Производят Они производят Услуги Они продают На месте Разрушенных Заводов Возникли Супермаркеты И вот там Сторгуют Понимаете Вот Вот Деиндустриализация Вот основания Значит Опять мы Формы собственности Понимаете Вот главное И особенно Меня Я еще Сошлюсь Да Извините Обрадовал Джеймс Гэлбрейт Международный Конгресс Был посвящен 50-летию Выхода Свет Книги Джона Гэлбрейта Отца Этого Джеймса Гэлбрейта Новое Индустриальное Общество Которое Открыло Дорогу Пост Индустриальному И информационному Обществу И вот Я пережил Эту ситуацию Когда меня Останавливали Теперь вам Надо Пойтись Да Ну я скажу Что он Сказал Можно Я скажу Джеймс Гэлбрейт Сын Джона Гэлбрейта Профессор Техасского Университета Никакой Ни коммунист И даже Ни социалист Что он Сказал Надо Он говорил О кризисе Мировой Экономики Причина Кризиса И что надо Делать Вот я Дословный Перевод Его выступление Да Я сам Его слышал Значит Надо Изгнать Из экономики Жирных Котов Банкиров Ростовщиков И олигархом Это призыв К революции Который Сделал Профессор Гэлбрейт Владимир Спасибо Спасибо Переходим К следующему Докладу Владимир Пусть подрастает Новые Новые Молодые Коты Поддержим Мелкий Бизнес Так что Я думаю Восхищаться Нам не следует Такими идеями Вот Они кажутся Революционными На фоне Жирных Котов Но Рождают Новых И новых А вот У нас Проблема Которую Поставил Профессор Казенов Очень глубокая А вот Как так Получается Что нет Революционной Ситуации Хотя вроде бы Все материальные Составляющие Есть Я думаю Что если мы будем Рассказывать О том Как нас обманывают Это будет правильно Но это будет не истина Потому что мы не отвечаем На вопрос А где вот эта Главная ложь Большая Которая Закрывает глаза всем Где тот колпак И каков он Которым закрывает Глаза народу И он никак Не может от этого Оправиться Вы наверное знаете Товарищи А если у кого-то Такой личный опыт есть То он может поделиться Наверное В кулуарах Что если вы Сели играть С наперточниками То вы точно Проигрались Единственный способ Им не проигрывать Не садиться Рядом И не играть В эту игру Вот к этому Самому Моменту Относится То что у нас Называется Парламентская Демократия Великие Ученые Нашего времени Карл Маркс Ридрих Энгерис Владимир Ильич Ленин Объясняли Объясняли Очень основательно И толково Что никогда Буржуазная демократия Сама по себе Никогда Рабочей власти Дать не может Не может Это же говорил Энгерис Например Такими словами Что Она Не более чем Показатель Зрелости Ну вот Если больше голосов Получает Там Социал-демократическая Партия Значит Градус выше Меньше Значит Градус меньше Но только Сумасшедший Может думать Что можно Таким образом Получить власть Тем не менее Надо сказать Что вот Буржуазии И ее Прихлебателям Маленьким Гэлбритам Большим Гэлбритам И другим Удалось навязать Основной массе Населения Идею о том Что вот Дескать Проведут выборы Но если на этих Не получилось На следующие Вот выбор Готовьте к следующим Не на следующих На последующих И наконец Вы выиграете Получите власть Ну и тогда И тогда Вот будет то Зачем вам Какая-то революционная Ситуация Зачем эти все Значит Проблемы Тут все будет Так хорошо Чинно-мирно И у нас есть Целые партии Которые заседают В Думе И которые Эту идею Продвигают И которые Все время Как поплавки Значит Присутствуют И пользуются Уважением Когда становится В совет Вопрос За кого голосовать За них только И надо голосовать Больше не за кого голосовать Поскольку другие Не допущены Вот самый большой Обман Я хочу обратить Внимание На то Что Этот обман Может Распространяться Очень широко Но таких людей Как Ленин Обмануть нельзя Ну Ленин На эту уловку Не поддался А вот после Ленина Верные ленинцы Поддались На эту уловку Вспомните Как распространялась Идея Парламентской демократии Тем же Хрущевого Но я не буду Говорить о прошлом Давайте о настоящем А громадное Большинство наших людей Надеется Что через выборы Установится Социализм Достаточно Только Чтобы большинство Проголосовало За Коммунистов Которых допустят К выбору А что говорили Маркс и Энгельс По этому поводу Они говорили Простую вещь Они основали Исторический материализм Как применение Диалектического материализма К истории И главный вывод И главное положение Исторического материализма Звучит так Что Общественное бытие Определяет Общественное сознание Отсюда Прямой вывод Что если бытие Буржуазное То сознание Общества Буржуазное И не надо Разводить Кисель По поводу Нечестных выборов По поводу Подтасовок Если будут Очень честные Прозрачные Перепрозрачные Выборы И все будет Прозрачные Но если в головах Большинства Буржуазная идеология А иначе не может быть Буржуазном обществе То следовательно При самом чистом Голосовании Большинство будет Отдано Буржуазным Или мелкобуржуазным Партиям Я думаю Это должны Зарубить На носу И разоблачать Всякие другие Представления О том Что на выборах Можно получить власть Это не значит Что надо отказываться От выборов Что не нужно участвовать Ленин разъяснял Конечно Там градус повышается Идеологически Надо участвовать Нести свое знание Народу Когда уши открываются Шире И когда можно Это знание Донести Но это было бы Парламентским кретинизмом Думать Что с помощью парламента Можно утвердить Власть Рабочего класса Никогда такого не было И быть не может И поэтому На такую вот Глупость На такую уловку Уж Ленин Никак не мог Попасться И поэтому Такого Некоторые Рассматривают Как чудо Как это вот При выборах В учредительное собрание Большевики Получили второе место Им осталось Немножко Надо бы Еще немножко Поработать Получить Первое место И у вас Власть в кармане Ленин говорит Не Дорогие ребята Вот сначала Мы возьмем власть Опираясь на советы Которые между прочим Создаются Никого не спрашивая Без всяких выборов А на заводах И фабриках Выбираются Делегаты Есть забастовочный комитет Они объединяются Создают советы Как органы Народного самоуправления И их открыл Рабочий класс России И опираясь на это Открытие Мы берем власть А потом С помощью этой власти Мы не сумасшедшие Мы понимаем Чтобы управлять Россией Надо чтобы на нашей стороне Было большинство народа Вот мы начинаем Делать так Как делает буржуазия Она с помощью власти Привлекает на свою сторону Большинство народа И мы будем Как буржуазии Возьмем власть И с помощью власти Вы привлекать Большинство народа Дадим мир народам Раз И уже поворачивается К нам большинство Землю крестьянам дадим Сколько ходили Разговаривали на эту тему И сэры Вот здесь Был замечательный доклад Евгений Владимирович Который рассказывал О том Какая программа У большевиков А программа Очень простая Реализовать Вековые И чаяния крестьянства Это еще буржуазная идея Это еще Только передел земли Это еще Почва для развития Капитализма в деревне Но это сразу Привлекло на сторону Рабочего класса Громадное большинство Мелкообразей Громадное большинство Трудящихся И плюс к этому Декрет о 8-часовом Рабочем дне Плюс декрет о рабочем контроле Плюс декрет женщинам Чтобы они могли Пойти в декрет И На стороне большевиков Громадное большинство Давайте проверим Голосованием теперь Но правда Так сложилось В нашей стране И так всегда бывает В Великой революции Потому что Великая революция Говорю Ленин Невозможно без гражданской войны Чтобы вековые привилегии Кто-то бы отдал Потому что кто-то там Проголосовал Или даже власть взял Такого не бывает Они идут конечно На гражданскую войну Мирная революция Возможно В какой-нибудь маленькой стране Когда рядом В большой стране Победила социалистическая революция И буржуазия В малой стране Боится что ей Не сносить Головы Вот так получилось Что вот не смогли помочь Советской России В тяжелом положении Не смогла помочь Маленькой Финляндии И защитить там Социалистическую революцию Так получилось Не смогли помочь Советской Венгрии Задушили Советскую Баварию Но туда Сил не хватало А когда стало хватать То помогли всем Странам Европейским В которых были Социалистические революции Помогли Китаю Помогли Вьетнаму Помогли Корее Помогли Лаосу И на сегодня Помогли Кубе И на сегодняшний день Как уже сегодня Отмечалось там Полтора миллиарда человек И крупные буржуазные страны Такие как Индия Такие как Пакистан Такие как Бразилия Как Южная Африка Такие как Россия Прибиваются К соцстранам Потому что Иного спасения В современном мире От фашизма На экспорт Который проводят Соединенные Штаты Америки Вместе со своими Сателлитами Блоком НАТО Другого Спасения нет И поэтому Вот сейчас Ожидается Буквально Вскоре Вступление Организацию Шанхайскую Организацию Сотрудничества Индии и Пакистана Будет уже не полтора Миллиарда человек А будет два Поверьте Три с лишним Миллиарда человек И они будут Выпускать Более четверти Волового Внутреннего Продукта И уже Китайская Народная Республика Обошла В величине Волового Внутреннего Продукта Соединенные Штаты Америки У Китая 17 А у Америки 15 А вот Такое Сотрудничество Китая и России Дает Следующий Расклад сил С точки зрения Сохранения Мира на земле Поскольку между Россией И США Ядерный Ракетный паритет А Китай в этом Не участвовал Он же был Как бы Незначительной Величиной Его не очень считали А теперь получается Так что Среди России И Китая Некий вот такой Блок Социалистический Потому что Мы вообще поддерживаем Самостоятельное Развитие всех стран А что касается Буржуазных стран Которые идут На этот блок У них спасения Другого нету Точно так же Как у стран Восточных Которые я перечислял У них не было выбора Или социализм Или они Колонии Или полуколонии Душили там И вьетнамцев И лаосов И Китай был Полуколонии Японии И корейцев Уничтожали Поэтому они Рассматривают Социализм Как единственную Форму Существования Социалистического Государства Ну вот и Финны убедились Ну без того Чтобы был Социализм Самостоятельным Не будешь Не получается Самостоятельная Страна Поэтому Картина Вот сейчас Именно такая Отсюда и Вывод Что нам нужно Так сказать Зарубить Себе на носу И что мы должны Пропагандировать И что мы должны Разъяснить Людям Максимально Мы должны Разъяснить Что вот то Представление Что можно Через выборы Получить Власть Трудящимся Это великий Обман Вот Ленин пишет В работе Выборы Учредительное Собрание И диктатуру Пролетариата Я очень рекомендую Эту работу Всем Потому что Это единственная Работа по существу Специально посвящена Вот этому вопросу А как это так Получилось Такое чудо Что большевики Второе место Получили на выборах Учредительное Собрание И взяли власть Как такое Могло Получиться А он вот как раз И объясняет Ленин Господа Аппаратунисты В том числе И каутскианцы Можем добавить Всех наших Так называемых Левых Которые Надеются На выборы В парламенте Учат И завоевать И завоевать В себе Государственную Власть А потом Эту Государственную Власть То есть Диктатуру Пролетариата Использовать Как орудие Своего Класса В целях Приобретения Сочувствия Большинства Трудящихся И снова Он к этому Возвращается Нам говорят Пускай сначала При сохранении Частной Собственности То есть При сохранении Власти И гнета Капитала Большинство Населения Выскажется За партию Пролетариата Когда все Определители Воли Населения В руках У буржуазии Когда все Что необходимо Для обеспечения Господства Буржуазии В умах Все сделано Для этого Вот только тогда Она может И должна Взять власть Так говорят Мелкобуржуазные Демократы Фактические Слуги Буржуазии Называющие Себя Социалистами Сегодня Они сплошь и рядом Называют себя Даже коммунистами Пускай Сначала Революционный Пролетариат Низвергнет Буржуазию Говорит Ленин Сломит Гнет капитала Разобьет Буржуазный Государственный Аппарат Тогда Пролетариат Одержавший Победу Сможет Быстро Привлечь На свою сторону Сочувствие И поддержку Большинства Трудящихся Непролетарских Масс Удовлетворяя Их Насчет То есть государственная власть Это неравнодействующая Так сказать Голосов Неравнодействующая Воль А это Орудие Которым нужно Уметь Пользоваться Для чего? Для привлечения На свою сторону Большинства Трудящихся И вот Делает такой вывод Заключительный Ленин Что соглашаясь С тем Что пролетариат Не может победить Не завоевывая На свою сторону Большинства Населения Ленин Радъяснял При этом Что Ограничивать Или обусловливать Цитирую И это Завоевание Приобретением Большинства Голосов На выборах При господстве Буржуазии Есть непроходимое Скудоумие Или простое Надувательство Рабочих Это самая Современная Буржуазная Идеология Самый главный Обман Который сейчас Есть И это Самая главная Мерзость Которую мы Должны Разбить И Поставить на ней Крест Хватит обманывать В этом отношении Людей А в выборах Участвовать Чтобы завоевать Большинство Населения На свою сторону Пролетариат Должен Во-первых Свергнуть Буржуазии И завоевать Государственную Власть В свои руки Он должен Во-вторых Ввести Советскую Власть Ну а для этого Надо заранее Иметь советы Как вы понимаете Еще при буржуазном Строе И никто Нам не запрещает Делать советы Нет никаких Законов Запрещающих Делать советы Нет законов Запрещающих Делать Сточкомы Образовывать Сточки Соединять Сточные Комитеты Нету Таких Ограничений Более того Почитайте Трудовой Кодекс Российской Федерации Вот скажем Кто должен Во время Забастовки Организовать Порядок Налаживать На заводе На фабрике Кто Ну Забастовочный Комитет Потому что Он должен Отвечать За имущество Он должен Отвечать За порядок Во время Забастовки Так надо Дружины Создавать Вот когда Докеры Проводили Забастовку Полтора года Они Вызвали Представителя Лигейного Дела Милиции Заместителя По режиму Сказали Ну вот давайте Дружины Чему будем Обучать Джио Джитсу Айкедо Дзюдо Пока наверное Без оружия Давайте Как порядок Забастовка Долго идет Забастовка А потом Вы скажете Что у нас Украли Контейнер Нет Давайте Тут порядок Наводить Кто во время Забастовки Хозяин Кто решает Обрабатывать корабль Не обрабатывать Выпускать продукцию Не выпускать продукцию Все это в рамках Нашей буржуальной Законности Которая Получена Тоже Борьбой Пролетариата В том числе И трудовой У нас гигантская Борьба была За этот трудовой Кодекс У нас между прочим Были голодовки Аведиспетчеров И были митинги Около Государственной Думы И гражданину Жириновскому Бабушка Который пролезал Через митинг Пытаясь Пролезть в Думу В буквальном смысле Через толпу Дала ему по голове После этого Он против нашего Проекта Кодекс Вообще не голосовал Так что Это большое дело И вот Ленин пишет Чтобы завоевать Большинство населения На свою сторону Пролетариат должен Во-первых Свергнуть буржуазию И захватить Государственную власть В свои руки Он должен Во-вторых Ввести советскую власть Разбив в дребезги Старый государственный аппарат Чем он сразу Подрывает Господство Авторитет Влияние буржуазии И мелкобуржуазных Соглашателей В среде непролетарских Трудящихся масс Он должен В-третьих Добить влияние Буржуазии И мелкобуржуазных Соглашателей Среди большинства Непролетарских Трудящихся масс Революционным Осуществлением Их экономических Нужд На счет Эксплуататоров Вот за счет Эксплуататоров Улучшите положение Трудящихся Они пойдут За вами А если эксплуататоры Как говорится Богатые А все остальные Бедные Они идут за ними Речь идет Именно о непролетарских Массах Не только о рабочем Классе И не только о его ядре Именно о мелкобуржуазных Массах О громадном Большинстве Населения Другого пути Привлечь на свою сторону Большинство Населения Нет А те Кто говорят Что сначала Надо победить И на выбор Это мальчики Лгуны И провокаторы Спасибо за внимание Вопросы у нас Не предусмотрены Трамп не наш президент Пусть борются с ним Рабочие Америки Так у нас Сейчас выступит Товарищ Протопопов Иван Алексеевич Доцент Кафедры истории И философии Государственного университета Аэрокосмического Приборостроения Один из крупнейших Философов Нашего времени Специалистов По диалектике И вдобавок Молодой Ну не такой Молодой Спасибо за внимание Не такой и старый Как я Вот Тема моего доклада Диалектика революции У Ленина Собственно Всем хорошо известно Что Ленин считал Диалектику Центральной частью Всего Всего Марксистского учения И в этом смысле Он ориентировался На Предшествующую ему Традицию Немецкого идеализма В частности На Гегеля Который Считал Что положение О противоречии Представляет собой Вот Центральный пункт Не просто В осмыслении Действительности Но О ее самом Бытии И вещей Это положение Было воспринято Лениным Через Маркса И Энгельса Таким образом Что оно Определилось В виде Закона О единстве И борьбе Противоположностей Сама по себе Все же Диалектика Представала Как универсальная Теория развития Природы Общества И мышления В этом смысле Ленин Следуя Марксу И Энгельсу Считал Что Вот этот закон Единства и борьбы Противоположности Образует сущность Диалектического метода В целом Как в начало Самодвижения И саморазвития Как в бытие Так и в понятиях В которых мыслится Это бытие При этом Борьбу Противоположности Ленин Столковал Как абсолютную Бутию Всех вещей То есть Он считал Что Примирение Противоположностей Это лишь Некий Временный Этап И снятие Этого Противоречия Между Противоположностями Следует Мысль Лишь Относительно Диалектика В этом отношении Представляла Для Ленина Не абстрактную Философскую теорию Но всеобщую Конкретную Научную философию Которая На основании Теоретического Познания Основных Закономерностей Природы Переходит С одной стороны К практике Понимаемой Именно в гегелевском Смысле Идеи блага Как полное Преобразование Природы А с другой стороны В виде Исторического Материализма Вступает Теория Практического Революционного Преобразования Общественного Бытия Вот Об этом Преобразовании Общественного Бытия Которое Совершается Через Революцию Собственно Я и хотел бы Кое-что Сказать Обращаясь К теме Понимания Диалектики Революции У Ленина В этом отношении Высшим Проявлением Принципа Борьбы Противоположности Как он Проявляется В действительности В материальном Смысле Уступового Ленина Не природа К осмыслению Которое Он Уделял Большое Внимание Но именно Общество Общественное Развитие В котором Этот принцип Принимает Форму Классовой Борьбы Ленин Сесторонне Обосновал Что кроме Объективных Оснований Для перехода От одной Общественной Экономической Формации К другой Должны Сформироваться И субъективные Основания Без которых Этот переход Будет невозможен Вот об этом Субъективном Факторе Так или иначе Уже Шварич И Некоторые Докладчики На нем Подробно Останавливались Но вот Я хочу Подвести Под это Некоторое Философское Основание На которое Которым Руководствовался Материальных Производительных Сил При капитализме И в кризисный Момент Должен уже Возникнуть Такой Сознающий Себя Квас Который Как всеобщий Субъект Сознательно Выступает Не просто За улучшение Условий Своего Существования Но против Общественной Системы Производства Его жизни В целом В этом Смысле Рабочий Квас Как он Сформировался Именно В эпоху Революции 905 И 917 Готов Представлял Именно Такого Рода Квас Рабочий Квас Познавая Себя Через Революционную Практику Становится Таким Всеобщим Социальным Субъектом Который Преобразует Объективное Общественное Бытие В нем Самом И Ленин Понимал Что Революционный Переход К новой Общественной Экономической Формации Необходимым Образом Требует Не просто Уничтожение Всех Старых Форм Общества Ну и Борьбы Пролетариата С господствующими Квасами На уничтожение Вот в этом Смысле Конечно Очень хорошо Если Пролетарские Или Социалистические Партии Приходят К власти Но Как показывает Опыт И мировая История Их точно Так же От этой Власти Устраняют Либо Военных Путем Такого же Прямого Вмешательства Со стороны Других Государств Что в принципе Становится Неизбежным В случае Победы Вот путем Таких Демократических Выборов Возвращаясь К Ленину Данное Понимание Диалектики Революции Связанное С принципом Борьбы Отрицающих Друг друга В своем Быти И противоположности В виде Претендующих На положение Всеобщих Классов Пролетариата Буржуазии Развивается Лениным В теории Диктатуры Пролетариата И вот Главным Упреком Который Предъявлялся Лениным В том числе Сторонниками Марксистской Теории В том числе Его прямыми Непосредственными Товарищами В том числе И теми Кто совершал Революцию В последствии Этот упрек Состоял в том Что организовывая Революционный Переворот Он действует Вопреки Той объективной Экономической Необходимости Которая В силу Развития Капиталистических Производственных Развития Капитализма В России Чтобы он Дошел До такой Стадии Чтобы Промышленность Стала Развилась До уровня Англии Германии Других стран Чего в России Естественно Не было Затем Должен был Сформирован Быть Передовой Рабочий Класс Который По своему Численному Составу Не уступал Допустим Такому же Рабочему Классу Германии Англии После этого Мы уже Мирным путем Можем Перейти К новому Социалистическому Стролю Все это Денин Называл Гибельными Совершенно Никчемными Иллюзиями Которые Противоречат Не просто Возможностям Революционного Преобразования Общества Но и Тому Что Никаких Никакого Развития Капитализма В России В этот период В принципе Не произошло Бы По Некоторым Существенным Востоятельствам Чуть позже О них скажу Но вот В определенный Момент Времени Большинство членов ЦК РЗРП Вообще Отвергали Необходимость Действий По революционному Захвату Власти В стране Тогда как Большинство Членов Партии Входивших Советы Солдатских И рабочих Депутатов Напротив Полностью Поддерживало Такие действия В этом смысле Известный Пизод Связанный С Каменью Зиновым Вовсе Не случайно В этом отношении Люди Практически Поставили Под удар Всю Революцию Конкретным Образум Опубликовав Все то Чем Собираются Заниматься Большевики И если бы В общем-то Буржуазия Обратила бы На это Серьезное Внимание То Никакого Некого Захвата Революционного Захвата Власти В принципе Не произошло Однако Вот не обратила Вопреки Данным Возрениям Которые Развивались В том числе И марксистами Стоящими Состоящими Членами РЗДРП Именно Буржуазно-демократические Силы Пришедшие К власти После февраля 2017 года Находившиеся В серьезной Внешне Экономической И политической Зависимости Не только Не номеровались Но и не были В состоянии Провести Те преобразования Которые были Вызваны Объективной Необходимостью Развития Капитализма А именно Дальнейшее Развитие Промышленности Ликвидация Помещичьего Зимоводелия В сфере Сельскохозяйства Предполагающая Раздачу И выпук Земли Крестьян В то же время Те половинчатые Совершенно Недостаточные Преобразования Произошедшие В России В результате Революции 1905 года Несмотря на Всю свою Объективную Необходимость Произошли Вовсе Не сами Собой Но и Были Вызваны Вовсе Нереволюционной Активностью Буржуазных Классов Но исключительно Действиями Пролетариата Беднейшего Крестьянства Которые Образуя Подлинный Субе В данном Случа Капиталистических Революционных Преобразований Чтобы Продоксально Собственно Тогда Уже Выдвинули Новую И наиболее Пригодную Форму Организации Власти При будущем Коммунистическом Общественном Устрое Совет В то же Время Меры Предлагаемые Лениным В частности В его Знаменитых Апрельских Тезисах 1917 года По введению Общественного Контроля Над промышленными Предприятиями Нациализации Помещичьих Земель С последующей Раздачей Этих Земель Крестьянам Вовсе Не означали В этом Отношении Непосредственного Перехода К коммунистическим Производственным Отношениям Но были Направлены На создание Наилучших Контролируемых Государственных Условий Для такого Развития Капиталистических Экономических Отношений При которых Обеспечивается Защита Интересов Рабочих Крестьян И последующий Объективно В данном Случа Необходимый Переход К Общественной Собственности На Средства Производства Каковы Объективный Переход И был Реализован В результате Тех Преобразований Которые Произошли В виде Коллективизации И индустриализации Уже После смерти Ленина В этом Смысле Подытоживая Нужно Сказать Что Ленин Был Не просто Представителем Тех Марксистских Сил Которые Шли Единым фронтом И Возглавливали Революционный Процесс Но он был Единственным Человеком Которым Понял Как И что Нужно Делать В конкретной Ситуации В этом Смысле Та Так называемая Безусловная Необходимость Революции О которой Некоторые Могут Говорить На самом деле Обусловилась Исключительно Важнейшим Субъективным Фактором Того Что В стране Нашелся Такого Рода Человек Который Понял Эти самые Абитивные Экономические Интересы И выразил Волю И самосознание Того класса Который Эти самые Преобразования Осуществлял И осуществил Вот Что я хотел сказать Спасибо Слово Доклада Общественная И частная Собственность Проблем Взаимодействия Предоставляется Тарандой Леонид Евгеньевне Доктору Экономических Наук Профессору Кафедры Экономической Социологии Санкт-Петербургского Государственного Университета А приготовится Юркову Кириллу Валерьевичу Здравствуйте Уважаемые Коллеги Товарищи Я хочу Сказать Несколько слов О Одной идее Марксизма От которой Отказались В 90-е годы И те Люди Которые Ее продвигали В советское время Не только От нее отказались Но и активно Затаптывали Это об идее Общественной Собственности Но из истории Общественной Собственности Можно вспомнить О том Что Маркс Достижением Маркса Было то Что он Обосновал Что общественная Собственность Является Действительно И необходимой То есть Частная Собственность Это продукт Человеческой Истории Она появилась И она Приходящая По своей Природе История Человечества Началась Общественной Общественной Собственности И в этом Смысле Она является Не Какое-то Там Измышлением Утопией Социалистов Утопистов А она Действительно Это общественная Собственность Дело в том Что Даже В недрах Западной Науки Которая В общем-то Фанатично Отрицает Эту самую Общественную Собственность Есть доказательства Того Что общественная Собственность И Семит Место быть И Доказательства Этому Следующее Дело в том Что С 50-х Годов 20-го Веков Западной Науке Развивается Такое Направление Экономической Науки Как Экономика Общественного Сектора Что Это За Направление Оно Постулирует Что Государство Производит Так Называемые Общественные Подчеркну Блага Что Это За Блага Это Блага Которые Обладают Свойством Неисключаемости То То есть Свойство Которое Говорит О том Что Данные Блага Доступны Ну В силу Тех Или Иных Причин Каждому Члену Общества То есть Всем То есть Эти блага Это Сфера Общественной Собственности А появляется Эта сфера Вследствие Того Что Рынок Как Выражаются Те же Западные Экономисты Проваливается То есть Существуют Провалы Рынка Другие Термины Этого Понятия Незовершенства Рынка Изъяны Рынка Фиаско Рынка То есть Чувствуете Синемический Ряд То есть Речь идет О том Что Рынок Как Механизм Согласования Частных Интересов Не Способен Реализовывать Общественные Интересы И удовлетворять Стоящие за ним Общественные Потребности Вот Это Положение Кстати Было Доказано В советской Социальной Философии Еще По-моему В 50-е Или 60-е Годы И вот Дело в том Что Что Относится К этим Общественным Благам Прежде всего Относят Туда Благобезопасность То есть Оборона Страны Охрана Внутреннего Порядка Пожарная Безопасность Создание Всеобщих Транспортных Систем Всеобщих Систем Образования Здравоохранения Фундаментальную Науку Значимость Вот этих Благ Для общества В общем-то Очевидна И Получается Что В системе Частной Собственности Существуют Некие Социально Экономические Ниши Где Имеет Место Быть Общественная Собственность И вопрос О доминировании О том Что Частная Собственность Является Единственно Возможной И эффективной Она По сути Получается Такая Постановка Вопроса Некорректной То есть Речь идет И об Общественной Собственности Тоже Какие Объяснения Предлагаются Вот Существованию Общественной Собственности В системе Частной Собственности Но Первое Объяснение Говорит О том Что Капитализм Является Развивающейся Системой И Эта Система Развивается Путем Движения От ниши В стадии Развития К высшей И на Высших Стадиях Движения Капитализма В нем В его Системе Появляются Отношения Что называется Социализм То есть Вот эти Стадиальные Стадиальные Движения Это первое Объяснение А второе Объяснение Говорит О том Что Система Потребностей В обществе Подчиняется Логике Общего Частного Единичного То есть Там существуют Не только Индивидуальные Групповые В смысле Классовые Интересы Но интересы Общественные И общественные Потребности А основной Функцией Собственности Является Как раз Удовлетворение Потребностей Того Субъекта Чей Собственность Данная И соответственно Раз есть общество Есть общественные Потребности Вот пожалуйста Существует Общественная Собственность Ну вот В заключении Хочу сказать Что Наспадки На эту Общественную Собственность Несостоятельны Она существует И она Действительно И необходима Здравствуйте Дорогие Товарищи Исходя из Материалистического Понимания Общественного Развития Классовое Деление Общества Связано С определенными Историческими Фазами Развития В общественном Производстве И в зависимости От степени Развития Этого Этого С самого В зависимости От степени Развития Производительных Сил На арене Истории Сталкиваются Различные Классы Которые Занимают Различное Место В Производственных Отношениях И в этом Производстве И от этого Которые Имеют Различные Экономические Интересы Коренное изменение в обществе, связанное с установлением власти более прогрессивного класса, а следовательно переход к другой, более прогрессивной общественно-экономической формации называется революцией. То есть вот это является научным пониманием категории революции. Не то, что сейчас некоторые понимают любой бунт, любой скачок в общественном развитии как революцию, а именно смена власти господствующего класса на более прогрессивный класс. Ну и собственно говоря история знает несколько общественно-экономических формаций. Это первобытно-общинный коммунизм, рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм как таковой. Вообще говоря можно говорить, что в истории имеет место движение от первобытно-общинного коммунизма к формациям частной собственностью и возвращение обратно в общественную собственность, то есть к коммунизму. Основания для революционной смены общественно-экономических формаций находятся во-первых в производстве, но и следовательно из этого они носят объективный характер. Анализ противоречий капиталистического способа производства и теоретическое обоснование социалистической революции впервые дано в работах Карла Маркса и Фридриха Энгельса. При этом и Карл Маркс и Фридрих Энгельс используют в качестве своего метода, метода исследования капиталистических отношений, противоречий в капиталистическом производстве, диалектический метод, изложенный в науке логики. Скажем, Маркс вот так пишет про Гегеля, про автора науки логики. Он пишет, что «моё отношение к диалектике Гегеля очень простое. Гегель мой учитель, и болтовня умничающих эпигонов, полагающих, что они покончили с этим выдающимся мыслителем, просто смешна. Однако я позволил себе отнестись к моему учителю критически». Ну и, собственно говоря, критическое отношение Маркса к методу Гегеля заключается лишь в том, что Гегель видит в движении этих категорий науки логики движение некой абсолютной идеи, а Маркс видит в движениях этих категорий отражение действительного движения материи. Ну и, собственно говоря, Маркс об этом так пишет. «Для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург, творец, созидатель действительного, который оставляет лишь его внешнее проявление. У меня же, наоборот, идеальное есть нечто иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней. Но из этого следует, что метод, который использует Карл Маркс в «Капитале», является очищенным от идеализма диалектическим методом, примененным к исследованию и критике капиталистического способа производства. Так как общественные отношения в целом противоречивы, для их анализа невозможно применить формально-логический подход или формальную аристотелевую логику. То есть формальная логика не может раскрыть истину этих общественных отношений. Но, скажем, не случайно уже в самом начале «Капитала» Маркса он исследует противоречия, возникающие в товаре, и вот у него можно найти такие строки. Итак, «Капитал» не может возникнуть из обращения и также не может возникнуть вне обращения. Он должен возникнуть в обращении и в то же время не в обращении. То есть мы видим, что закон исключенного третьего, имеющийся в формальной логике, Марксом в данном случае отброшен, и он использует диалектический подход. То есть он про одно и то же явление, он говорит, что и о, и не о одновременном. Применяя диалектический метод к исследованию капиталистического способа производства, Маркс приходит к следующему выводу, который, я думаю, все знают. Он пишет, что монополия капитала становится оковами такого способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обчисление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой, она взрывается, бьет часть капиталистической частной собственности, экспроприаторов экспроприирует. То есть вот этот вывод, который делает Маркс, анализируя капиталистический способ производства, возможно сделать, и Маркс его делает, только используя диалектический метод. То есть те, кто сегодня отказываются, те, называя граждане, называющиеся коммунистами, которые от диалектического метода отказываются, в их теоретическом багаже фактически нет доказательства конечности капитализма. С их точки зрения, если они стоят на позиции формальной логики, капитализм, возможно, вечен. То есть теоретическое обоснование, для теоретического обоснования, диалектическая логика является необходимой. Далее, несмотря на временные успехи парижской коммуны, наиболее остро практически уже вопрос социалистической революции встает в начале 20 века. В работе развития капитализма в России уже Владимир Ильич Ленин обстоятельно и подробно доказывает, что к началу 20 века в России в экономике вполне сложились капиталистические отношения, как в городе, так и в деревне. То есть в деревне община уже начинает разлагаться, происходит разделение в деревне на батраков и кулаков, и вполне себе в экономике господствуют капиталистические отношения. Таким образом, Владимир Ильич Ленин снимает рассуждения народников о том, что сельская община может стать какой-то ячейкой социализма в России, и основываясь на теорию марксизма, он доказывает, что в грядущей буржуазной революции, буржуазной именно революции, в России класс промышленных рабочих совместно с революционным крестьянством должен играть ведущую роль. То есть здесь мы имеем уже практическое применение диалектики. Владимир Ильич не рассматривает движение истории как некое однонаправленное и предрешенное. В данном случае он утверждает и показывает практически, что в буржуазной революции в России и возглавлять буржуазную революцию в России должен промышленный пролетариат вместе с революционным крестьянством. А делать это должны они для того, чтобы избежать сговора колеблющейся буржуазии с реакционным помещенством и монархией. Такая практика рассмотрения движения истории как живого противоречия, как нечто конкретного, а не абстрактного движения является выдающимся примером диалектического метода. В этот же момент заканчивается переустановление империализма как высшей стадии капитализма во всем мире. И анализируя неравномерность развития при империализме, Ленин приходит к выводу о том, что предшествующее понимание мировой социалистической революции как одновременно революции в большинстве промышленных стран является неверным. То есть этот практический вывод невозможен также без применения диалектики. Ленин говорит о том, что поскольку при империализме страны разделились на страны-хищники и страны-ограбляемые, нет никакой равномерности в развитии, значит социалистическая революция произойдет в одной или в нескольких странах, а потом это вызовет цепочку революции. Но не сразу же это вызовет цепочку революций, а это будет последовательное движение, которое можно считать мировой революцией. Причем в этом движении возможны не только революции социалистические, но и контрреволюции, то движение, которое мы наблюдали в России в 90-е годы. Для того, чтобы понять и распутать клубок противоречий, возникший между империалистическими державами, в 1914 году Владимир Ильич Ленин начинает штудировать науку логики. И его конспект, известный как «Философские тетради», на сегодняшний день может являться хорошим помощником для тех, кто изучает науку логики. Но известен афоризм, который написан в этом конспекте по поводу того, что нельзя вполне понять капитал Маркса, особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Но, пожалуй, этот афоризм верен и сегодня. Также в этом конспекте Владимир Ильич рассматривает категорию абсолютной идеи, которая является единственной теоретической идеей познания мира и практической идеей его преобразования. И он отмечает, «Замечательно, что вся глава абсолютной идеи почти ни словечко не говорит о Боге. Едва ли не один раз случайно вылезло божеское понятие. И, кроме того, почти не содержит специфический идеализм, а главным своим предметом имеет диалектический метод. Итог и резюме, последнее слово и суть логики Гегеля есть диалектический метод. Это крайне замечательно. И еще одно. В этом самом идеалистическом произведении Гегеля меньше всего идеализма, всего больше материализма. Противоречиво, но факт». Диалектически рассматривая состояние производства и классовых противоречий в России и после уже февральской революции Ленин приходит к выводу о том, что несмотря на низкий, общий низкий уровень образованности и организованность трудящихся, особенно населен, Россия является пятой по величине экономикой империалистической страной и в ней уже созрели объективные условия экономические для перехода к социализму. Также способствует социалистической революции развязанной империалистическими хищниками «Война за передел мира». И изучая противоречия положения мелкого буржуа на селе, то есть крестьянина, Ленин показывает, что крестьянин, его положение двойственно, опять диалектический подход, и на известный промежуток времени интересы рабочего класса и интересы крестьянства могут совпадать. И вот таким образом, за счет декрета о земле, принятого на Втором съезде Советов, пролетариат получает союзники, широкие слои крестьянства, и именно это позволяет рабочему классу одержать победу в гражданской войне, которая была развязана реакционными классами. Социалистическая революция и организация диктатуры пролетариата являются лишь становлением социализма в Советской России. И Ленин понимает, какие сложности предстоят рабочему классу и его вождям на пути построения социализма и построения полного коммунизма, и поэтому он особую роль относит к философскому материалистическому основанию молодой страны. В журнале «Под знаменем марксизма» в работе о значении воинствующего материализма Ленин указывает, что без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания. Здесь я отмечу, что Ленин подчеркивает именно о том, что материализм не может выдержать борьбы против натиска и восстановления буржуазного миросозерцания. Понятное дело, что для нас сейчас просто переход к социализму невозможен, также невозможен без солидного философского диалектического основания. Чтобы выдержать эту борьбу, пишет Ленин, и провести ее до конца с полным успехом, естественник должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, то есть должен быть диалектическим материалистом. Чтобы достигнуть этой цели, сотрудники журнала по знамени марксизма должны организовывать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения, то есть той диалектики, которую Маркс практически применял и в своем капитале, и в своих исторических и политических работах. Для того, чтобы организовать изучение диалектики, необходимо, по мнению Ленина, разрабатывать эту диалектику со всех сторон, печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля, истолковывать их материалистически, комментируя образцами применения диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношений экономических, политических, каковых образцов новейшей истории, особенно современная империалистическая война и революция, дают необыкновенно много. А про группу редакторов, сотрудников журнала, Ленин пишет следующее, что эта группа должна быть, по его мнению, своего рода, обществом материалистических друзей гегелевской диалектики. Вот эти высказывания Ленина можно рассматривать как его философское завещание. И надо сказать, что после Ленина уже даже Иосиф Иссарионович Сален не уделял должного, ну и после него, понятное дело, не уделял должного внимания диалектике. Соответственно, Ленин указывал, что без того, чтобы поставить эту задачу и систематически ее выполнять, материализм не может быть воинствующим материализмом. Он останется, употребляя щедринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым. Собственно говоря, так и получилось. То есть материализм после Владимира Ильича и после Иосифа Иссарионовича Сталина оказался не сражающимся, а сражаемым. И это произошло на практике. Отсутствие систематического изучения диалектического метода и философии диалектической привело в конечном итоге к отказу от главного марксизма и от диктатуры пролетариата. Причем это произошло фактически при полной поддержке всех голосовавших делегатов 22-го съезда КПСС. Но если говорить о сегодняшнем дне, то сегодня подавляющее большинство коммунистов считает абсолютно необходимым праздновать даты свершений, связанных с борьбой в прошлом. То есть с гордостью вспоминают победы и достижения предков, приносят цветы к памятнику, проводят митинги и шествия. Однако Владимир Ильич Ленин учил и указывал, что лучший способ отпраздновать праздник это сосредоточить свое внимание на еще не решенных проблемах. Сегодня практически все достижения Великой Октябрьской революции у трудящихся отняты. И вопрос стоит не в борьбе с восстановлением буржуазного миросозерцания, а именно в борьбе с капиталистическим наличным бытием. Исследуя Ленину, эту задачу никак нельзя решить без изучения диалектики и ее материалистического истолкования. Я думаю, что на этом и следует сосредоточиться с сегодняшним марксистом, чтобы произвести очередной триумф в материалистической диалектике. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 большое, что на территории курортного района такая прошла у нас мощная конференция по числу участников и по освещенным вопросам. Ну и, конечно, спасибо третьему парку, который нас успешно уже 11-й год довез сюда и привезет обратно к метро Черная речка. Значит, какая сейчас задача, как Ленин говорил, сосредоточиться на нерешенных задачах? Сейчас какая задача? Одеться, перейти к ресторану Шалаш, без команды не заходить, когда все соберемся. Если там все готово, я думаю, там все готово, тогда зайдем и уже все мероприятие продолжится на фуршете. Спасибо, до встречи в ресторане Шалаш. Историко-культурно-гузейный комплекс в разливе. Мы благодарим директора и коллектив. Во-вторых, это администрация курортного района, которая самым живейшим образом участвует и участвовала в организации нашей конференции и помогает. Это два. Третий, это третий парк, который, а, нас уже одиннадцатый раз возят сюда и обратно, и ждут, когда мы все закончили. И, который организовывать вот такой прекрасный фуршет в ресторане Шалаш. И, конечно, мы в уважении должны относиться к этим нашим коллегам. Ну и, кроме всего прочего, конечно, мы должны поблагодарить докладчиков, которые старательно готовились. Докладчиков у нас очень много и все очень серьезно. У нас люди из разных стран, у нас люди разных саженствий, у нас люди высокой квалификации. Достаточно сказать, что сегодня выступило 7 докторов науки и 6 кандидатов науки. А у нас много докторов прислали письма на свои и кандидатов науки, доклады и другие товарищи, которые будут опубликованы в сборнике. В сборник готовится. Я думаю, что мы его в мае выходим. Так что, желаю вам, в соответствии с идеями, которые проводились на конференции, отстаивать эти идеи на практике и развивать. Спасибо. Все, приступить к фуршету. Докладывайте у него все. Вот меня, мое сердце, тревожную дай зовет. Пускай я с тобой обоих, и так грозить за бедою, Но вдруг, когда я с тобой обоих, и так грозить за бедою, Но вдруг, когда я с тобой обоих, и так грозить за бедою, Меня, мое сердце, тревожную дай зовет. Пока я ходить умею, пока грозить я убею, Пока я бежать умею, я буду идти вперед. И снег, и ветер, и звезд ночной полет, Меня, мое сердце, тревожную дай зовет. Спасибо. 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 Спасибо.